Возлюбленные братья и сестры, дорогие друзья, разбор сегодня по бытие. Некоторые мысли и итоги по творению. Первая и вторая главы, и вплотную уже подойдем к третьей, Бог даст. Третья непростая глава. Первые две главы бытия. И вначале мы видим кропотливую, последовательную, порядочную, имеющую глубокий смысл работу Бога как Творца Всевосвящего. И первые пять дней работы показывают, что идет подготовка к чему-то более важному и значительному. Да? Так появился человек. Бог творит, дает, благословляет, называет. Бог дает власть человеку над творением. Как представителю Творца Бог дает помощницу для выполнения этой грандиозной задачи. Но все эти дали, 400 тысяч километров, глубины 6 тысяч километров, это все будущее. Для начала Бог дает только одно место человеку на земле. Попробуй сначала здесь, на этой площадке, на этой территории, без зрителей, без аплодисментов, восторженных взглядов поклонников. Никто тебе не будет ставить лайки, боты тебе не будут писать у нас еще больше. Узнай, что такое работа, жена, семья, дети на маленькой площадке. И пока займись садоводством. Не мечтай. Попробуй себя, покажи. Все есть для успешного прохождения учебы под руководством самого Господа Бога. Обладевая искусством управления, сотрудничества, менеджмент. Первое воплощение во Вселенной. Еще не все. Все ресурсы, полное обеспечение, команда, финансирование, это еще не все. Даже такой стартап, и это еще не все. Бытие 2.8. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил туда человека, которого создал». Девятый стих. «И произрастил Господь Бог на земле всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи. И дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Два дерева. Дерево жизни и другое дерево. Чуть позже. И очень важный стих 2.15. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы человек служил и подчинялся Богу». Чтобы человек не участвовал здесь в мастер-классах, чтобы человек не принимал участие в тренингах, обучении спикеров, менторов, коучей, служения, подчинения Слову Божьему. «Так сохранится образ Божий». «Так сохранится власть от Бога». «Слову Бога». «Послушание». «Потом ты только будешь расширять поле деятельности на всю планету». В чем же это вот конкретно эти задачи будут там состоять? 16 стих. 15 поселил 16 и 17. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть. От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Сделаем маленькую остановку. «Впервые» здесь использовано слово «заповедал». До этого 31 стих 1 главы, 15 стих 2 главы, 46 стихов, и вдруг 47-й «заповедал». Обычное слово древних евреев. До этого Бог говорил, отделял, называл, оценивал, создавал, благословлял, а теперь заповедовал. Ты должен. Прописываю, даю направление, слушай мою команду, устанавливаю порядок. Вот как. А порядок связан с послушанием, с подчинением, со смирением. И дело не в том, что означали эти два дерева. Дело в том, что надо было быть послушным. Даже дело не в том, что есть, а что не есть. Жить, чтобы есть, не есть, чтобы жить. Бог – конкретный проповедник, наставник, руководитель. И задача людей на начальном этапе сотрудничества – жить в идеальных условиях, получить великолепный класс. Сначала я тебе создаю условия, потом я тебя учу и объясняю порядок, что делать, а что не делать, а потом исполнение и контроль. Ты исполняй поручения, у тебя есть все ресурсы. Ты можешь это делать. А было сказано, что будет, если ты, получив бесплатно жилье, получив такие условия, весь сад для вас, и не исполнить только одного простого поведения, только одно дерево. Дерево – не ешьте. Одно только. Дайте представим. Ну, как бы не представим, а я покажу. Вот у меня указка лазерная, да? Лазерная указка. И мне говорят, вот у тебя лазерная указка, вот тебе вот это помещение, вот это помещение. Куда хочешь свети лазерной указкой? Ну, хочешь туда, хочешь туда, прицелься вот туда. Ну, вот сюда, вот сюда, вот в дно этого ящика не смей сто тысяч вольт. Засветишь по лазеру, и ты сгоришь. Все можешь, свети, 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 хоть сто лет, хоть сто тысяч лет, свети, но туда не смей. Не трогай. Будет. Что-то будет. Бог очерчивает линию. Закон, древнегреческое слово, коу, линия. Закон. Добро и зло. Для Адама это было просто. Он еще не сталкивался со всякими акробатами, философами. Все, что ты делаешь, все, что ты получил, образ Божий, ты получил власть, получил жену, получил помощницу, и вместе с ней, будучи одной плотью, продолжайте род человечества. Вы в полном согласии с Творцом, друг с другом, с окружающим миром. Полная у вас гармония. А давайте прочитаем вот 17 стих, но немножко по-другому. 17 стих, да. И давайте прочитаем это библейский метод с остановкой. А от дерева познания. И остановимся. От дерева познания. Адам, познавай Бога, познавай окружающую среду, познавайте друг друга. У тебя есть все мыслимое и немыслимое. Единственный только запрет. Приобретая необходимые умения, со временем они станут уже привычкой, навыком. А о будущем предстал мне заботиться. Со временем ты еще узнаешь. Я же не все тебе сразу рассказал. На будущее останется за мной. У вас все получится и ты узнаешь зло. Два девять. Дерево, всякое дерево и хорошее дерево жизни посреди рая. И дерево познания добра и зла. Интересно, не написано, что дерево познания жизни. Адам уже знал, что такое жизнь. Он знал, от кого он получил. И кто теперь не просто говорит, он дает наказ, приказ, линия, не заходи. А зло. Вот мы прочитали до этого отрывка. Вот все, что нужно было делать Адаму, да, да. А что то, что было запрещено? Вот то, что запрещено, не делать. Вот то непослушание. Вот то и зло. Выполняя эти условия, ты очень близко с Творцом. ты в согласии с гармонией со всем окружением, с друг с другом, все тебе благословения. Но нет, если нет, вот одно условие нет, ты будешь отделен от подателя и создателя всего, что у тебя есть. Смерть это отделен, отделение. Сокрытое, сокрытое. Твое дело выполняй, то, что тебе сказано. Не ешь. В выражении познания добра и зла во второй главе мы не видим того нравственного значения, которое мы увидим позже. Это не касается даже совести человека, о которой здесь ничего не сказано. Работа Бога была простая, все было хорошо, все замечательно, но вот познание добра и зла это неограниченное и всестороннее знание, дававшее человеку управлять будущим и самому определять, что добро и что зло без Бога самому. Все принадлежит Богу. Он знает, что добро и зло. Адама и Еву он бы ознакомил в будущем. Бог бы непременно это сделал, ведь Моисей потом и запишет сокрытое принадлежит Богу. Легко запомнить второзаконие 29.29. Бог в Эдемском саду работает над порядком. И Адам наверняка знал, как до этого работал Бог. Первая глава, вторая глава. Но ученые говорят, что такого отрывка по гармонии, смыслу и звучанию, как первая глава бытия, нет больше нигде в Ветхом Завете. И даже больше. Во всей литературе, которая у нас есть на древнеюрейском языке, это самое прекрасное глава. Творец имеет полное право не только ознакомить человека со своей работой, но чтобы он в своей деятельности был похож на Творца, и как всякое творение, он должен иметь ограничения. человек творения и не больше. Свободы без ограничений не существует. Библия тому доказательство. Уже в третьей главе мы с этим встретимся. Человек получил право трудиться и творить жизнь. И было условие видеть одно дерево. И доверяя Богу и будучи послышным Его заповеди не есть. Так определил Бог. Непослушание это нарушение порядка. Самуил через 300 лет он скажет первому царю Саулу послушание лучше жертвы. Ну, вам зовите. Вера древнегреческое слово, а корень послушание верующий человек это послушный человек послушание был послушен до смерти и смерти грязной. И уже в первой главе во второй главе первого Тимофея там чуть позже еще затронем был беспорядок и как раз Павел и приводит отрывок вот этот и говорит об Адаме и Еве. Есть простое слово, но мы русские часто его неправильно понимаем. русский язык вообще-то молодой язык, есть языки более древние. Это слово несет смысловую нагрузку дисциплин, порядок, порядок, нагрузку слова порядок, порядок это дисциплина. И у нас сразу ассоциации дисциплина, как только мы слышим, дисциплина, это как у меня был командир батальона 50 лет тому назад полковник Королеве, он всегда после какого-либо доклада он почти всегда отдавал один приказ разобраться и наказать. И вот и мы думаем. Дисциплина это значит наказать, но дисциплина в английском языке она еще содержит идею и ученик. Ученик и дисциплина в английском это слова одной группы. Поэтому дисциплина это выполнение правил жизни, поведения, отношений, но сначала обучение, а потом контроль над выполнением порядка. Не все сразу получается, даже если прилагать усилия, нужно напоминать, ободрять, исправлять, предупреждать и даже частенько и пожурить. Бог создал идеальные условия для начальной жизни Адама. И Бог сразу проводит линию. Бог устанавливает порядок. Дисциплина жизни в саду. Но если вы простое условие одно и вы не можете выполнить, как я вас на ту задачу отправлю туда? Как вы выполните всю эту работу, которую предстоит сделать? И когда человек нарушил, все пошло наперекосяк. Третья глава, только чуть-чуть третья глава коснемся. Бог не оставляет человека один на один со злом. Он борется со злом, забегая наперед. Бог ограничивает зло. Бог судит зло. Бог ненавидит зло. Бог способен зло превратить в добро. Такой Бог наш. Да, Он осуждает, но Он способен и миловать. Уже в третьей главе мы увидим. И еще после третьей главы Бог становится невидим для человека. И познать чего человек может только верой. И Бог борется со злом. И Бог борется за веру человека. века. Почему пришел Иисус на землю навести порядок, который нарушил Адам? Это Евангелие. Иисус все выполнил. Послушаем. Иисус послал с проповедью Евангелие апостолов. Они пошли это деяние. Появилась новая нация, появился новый народ, церковь. Дух возрождал людей к новой жизни. Но спасенные люди стали нарушать порядок, стали нарушать дисциплину. Извне были враги, извне приходили уже учителя. Изнутри были распри, несогласия, плоть, старые противники, старые привычки. Павел когда увидел, что творится в Коринфе, в Коринфе, он скажет прямо, потому что Бог – это Бог не беспорядка, а мира, как во всех церквях Божьего народа. Это 14 глава. 10 глава – непорядок седало жертвенной пищей. 11 – во время собрания и поклонения Христу беспорядки. 12 – должен быть порядок в служении, есть дары. 13 – самый важный мотив служения – это любовь. А в 14 – вот это все Бог есть порядка, Бог мира, Бог любви, прощения, заботы. Он учит а потом и контролирует. Павел на вечере так и говорит. Некоторые умирают. Первое – Тимофею. Тимофей – лучший ученик Павла. Вопреки многому, что могло бы не способствовать этому, Павел пишет Тимофею два письма. Кроме этого, у Тимофея уже было послание к Ефесянам. Три письменных свидетельства, но в общем, они на одну и ту же тему. В церквях непорядок. Божий народ нуждается в наставлении. Ему нужно напоминать о порядке, о поклонении, в свидетельстве, в служении. Иисус Христос. Иисус – древнееврейское слово означает Яхве, Бог спасает. Иисус – Спаситель. А Христос – Христос – это древнегреческое слово, древнееврейское мессия, а евреи ждали царя. И все большее число богословов призывают сейчас переводчиков, где они переводят слово Христос в транслицерации, вот Христос, все-таки переводить царь. Иисус Спаситель – это хорошо, но Иисус Христос – царь. Царю интересно, чтобы подданы его царства. Граждане его царства были ему послушны, и особенно в некоторых очень важных областях. Павел, как и Моисей, как и Иисус заботился о порядке Божьем царстве. Мы ведь целую серию проповедей дисциплина в церкви. есть у Павла проблема, которую он поднимает первую Тимофею – лжеучителя. Моисей в третьей главе Бытия блестяще описывает первого лжеучителя, лжеучителя всех лжеучителей и всех лжеучений. Это голос, который услышали там Адам и Ева в Эдемском саду и Моисей, Моисей и псалмы и пророки. Весь Ветхий Завет описывает заботу Бога о соблюдении и порядке в Его Царстве. Они описывали того, кто придет как совершенный человек, как совершенный царь, совершенный пророк, который исполнит все, что не могли сделать никто из Его народа. Мы накануне Рождества младенец Иисус родился в Вифлееме, вырос, ушел в Галилею, оттуда в Иерусалим. Такой порядок установил Отец. Но кто-то должен восстановить порядок, уничтожить зло, которое человек принял в Иерусалиме. на Голгофе. Крест, распятие, все зло, на которое только были способны люди, Иисус принял на себя. И место неслыханного зла, величайшего позора и невыносимой боли Иисус превратил в место милости и благодати, прощения и примирения. Божий Сын восстановил порядок, примирил с Богом всех верующих в Него. Иисус воскрес. Он одержал победу над смертью, и Он еще придет, чтобы навести окончательно порядок. И всю эту работу, Павел пишет, Иисус сделал по Писанию. У евреев была и есть традиция во время праздника рассказывать о содержании и значении этого праздника. И на время Рождества дай нам Бог Вифлеем все вместе рассказывать, что младенец, который родился в Ясляхе Вифлеема, был послушен своему отцу до смерти и смерти крестной. Аминь. Помолимся Богу.